он видимо какой-то хищник летает то ли мышей он там смотрит то ли что красавица мне сейчас замечание сделали на покос выгнал коров вот сюда вот на покосе на покосе нельзя пасти тут в низинках пожалуйста только можно осенью будет когда уже они скосят тогда можно будет выгонять сюда сейчас вот мне брат иосиф позвонил устинов не сказал чтобы я на покосе коров нельзя держать никита устина до обеда как раз пас он опять уже куда пошла уже опять побежала опять на покос пошли уже это я пасу после обеда до вечера за барбашей это вот тут дискошен это все показ это все нельзя пасти примерно 40 штук коров если я конечно день не запутался это у нас костровый пруд как обычно они так просто не по низинке не пройдут они обязательно по коз пойдут это вас природа здоровье без нарушения никак не могут и чтоб пастуху тоже пастух не дремал как говорится ветер по низинке шла и пришла опять на покос и смотрит в сторону далеко лище когда можно убегать уже видеть что еще расстояние маленькая значит можно постоять поесть все сейчас я приближаюсь все сразу пошла хитрое создание тоже коровка не слушайся уходи подальше давай давай иди тебе говорю ветер дует говорят заморозки будут пошла пошли допустил их сам до сюда и уже жалею что сюда допустил березки красавицы сейчас интересно вот размышлял на 1 корифинал 11 главу очень всегда идет в разрез мнения в толкования этой главы это православный протестанты там что вроде написано они говорят что это написано о волосах чтобы не покрывать голову женщину платками или какими-то шапочками а именно речь идет о волосах но внимательно если прочитаешь в начале главы там ясно что идет о покрывали это не о волосах а именно что чем покрывается то есть платок там или какое-то другое покрыло покрывал а там дальше идет местописание апостол паев говорит не не сама ли природа учит вас что если муж растит волосы это бесчестье здесь вот все четко ясно понятно речь идет именно о природе а природа это волосы женские и мужские то есть в предыдущих стихах идет не о природе то есть то что то что вот это искусственно уже чем по крывам голову шапки кепки плотки все а так они всю главу ставят и как вот например книги откровения 7 послания и так другие там тоже как я тут на днях беседовал с одними китайцами они куда пошла куда пошли называется китайская вот эта секта это церковь господов содержителю то есть у них я еще не знаю в каком век они все это в веке начались вот именно учение у них там по книге откровения идет что там есть апостол я взял ему книжечку дали он ее съел она была в устах его спиро сладко его чреве горько вот толкователи у нас объясняется что это речь идет о книге судеб то есть единственное кто может ее открыть и книги судеб я о домостроительстве божием это господь наш иисус христов ни одному человеку это не дано только господу иисус христу все а они уже там начинают там свои книги пророческие кроме библии библии они тоже признают что вроде вот господь пришел и он что-то новое дал опять откровение то есть опять же какое-то заблуждение идет и все это от того что не хотят признавать то что уже было дано церкви то есть дух святой уже открыл уже все истолковано только читай научайся благодари бога на всем охота быть учителями уже года три-четыре верующих уже охота чтобы тебя не учили это я по себе знаю начинаешь уже брыкаться как он сложно конечно всегда это но если ты молишься просишь у бога смирение господь даст конечно смирение главное чтобы ты сам желал этого порога все встало шерпинку одну сломали сейчас надо вставить и быстрее бежать опять пойдут вот она пошли вот коробки можно почитать что-то у нас здесь мы котер жгем уже видно коты поработали бугорки и картошку печем самое главное здесь имя господа иисуса христа славится песнопение поем духовное бога прославляющий ну кто как конечно кто по желанию поет а кто просто чтобы прийти побеседовать между собой ребятишки побежал дальше потому что уже все пошли опять на покос куда пошли куда пошли вот вода даже здесь оказался заворачивай куда пошли Побошел Пошел! За ними тоже нужен. За этим коровым глаз да глаз. Маленький, уже упрямый бычок. Вон дальше там травы много. Идите ешьте. Бегом-то не занимаешься. В основном, только всякий физический труд. А вот с коровками полезно. Хоть немножко побегаешь. А то совсем дышишь, как паровоз какой-то, тепловоз. Лень пробежку-то делать. Каждый день. Вот отсюда дышишь так сильно. Чего вот не пасти. Никакого зверя тут нету. С волками воевать не надо. Ни со змеей, ни с чем. Только, говорится, их только контролировать надо, чтобы они никуда не зашли, куда-нибудь на запрещенную территорию. Вон какой-то состав идёт. Не состав, а три вагона или два левогона. Ветер толком не поснимаешь. Хороший, опять идейте сюда. Ну-ка, шел отсюда. Вот так бывает. Особенно они очень любят, когда... Пшеничка. Там эта пшеница стоит уже по осени спелая. Вот тогда они начинают. Ещё хуже. Только бегаешь вдоль поля. Старая шейха отогнать. А по осени чаще всего бывает. Возле полей с краю зелёная трава хорошая. Вот. Ну, им тоже надо. Они стоять на одном месте не могут. Им надо постоянно двигаться. И в них этот процесс так заложен, что это всё влияет на вырабатывание молока. На качество его. Чтобы она ходила, бегала, двигалась. Ела постоянно. Ну, насчёт капризов, не знаю. Заложено-то нет. Скорее всего, нет, наверное. К тому же даже... Какие демоны искушают меня через них. У меня такое один раз было. Момент. У меня пошли... Первый год я тут потеряю в кипас. Попросили попасти. Ну, а что, опыта нету. Я там на Урале когда был, там может разу-два за всю жизнь пас. Больше не пас. И вот они. Там через плотину лагерную пошли. Там ещё ходили раньше. Сейчас не ходят. Не загородили там. Потому что там слив сделал. Раньше слива-то не было. Я пока телят сзади гнал. А они там на дорогу поднялись. На выступную. И в разные стороны. Кто через дорогу, а кто направо пошёл. А я пока телят догнал их. Смотрю, уже... А там поля уже осень была. Спелая, спелая. Там не знаю, что там было. Ищмин или пшеница. Они туда, в поля. Вот я потом бегал. Раза два на колени встал и молился. Господи, помоги мне собрать их воедино. То есть было очень сложно. Потому, когда ты пасёшь стадо, лучше, как говорится, как говорят даже такое слово, перебдеть. То есть более строго держать их в конве. Если вот где-то на другом месте, например, вон там, где берёзки находятся, там более обширное поле. Если время позволяет, то можешь позволить им, чтобы они там разошлись. Побольше сделали. Иды своей. Для еды. А так нет. Сильно их нельзя сильно распускать. Потом, когда надо будет, ты уже очень плохо будет собрать их воедино. Даже и в духовном плане. Мне чем нравится, это овечки. Они почти всегда все вместе. Редкий случай, когда какая-то овечка куда-то отойдёт в сторону. Это бывает только, если она там при родах или что там происходит у неё. А так нет. Они всё воедино. Может, почему и Господь привёл их в пример. Овец. Всё стадо небольшое. Оно ещё было 55 коров. Сейчас уже 40 я насчитал вместе с телятами. 40. И среди них есть главенствующие, которые ведут за собой. Она пошла, и всё, стадо постепенно за ней двинулось. Она сама порой даже не знает, куда она идёт. Просто что-то унюхала, что-то почудилась ей, что там очень хорошо, и пошла. А ты бегай их, тормози там, заворачивай. Неразумное животное тоже. Господь только дал человеку разум. И то, куда человек направляет свой разум-то? Куда ты более склонен? К праведности или к греху? Это же от тебя зависит. Это вот мы находимся возле бывшего лагеря Астана. в честь Климента Анкирского. Сейчас он музей-комплекс для бедных лагерей называется. Какие вот красивые тут берёзки, тополя. Небо какое красивое. Вообще, всё чудно сделал Господь. только славь, воздай ему славу за всё. Там вдалеке зелень видна. Вообще, сам зелёный цвет Господь так сделал, что он радует глаза. Зелень всегда радует. То есть, она не омрачает тебя, не настораживает. И, как я понимаю, она очень благотворно влияет на зрение человеческое. Хотя я в это не вникал вот этим, но думаю, что, скорее всего, польза от этого. Так вот, листочки шевелятся там. Другое. Сейчас вот в лагере ещё там у нас крест упал, распятие внутри, возле главного колокола. Сейчас вот немножко они продвинутся, чтобы они не вышли сюда на покос. Я покажу. Тоже вот надо там сделать, поднять его надо. Это наше знамя любви, о чём говорится Слово Божие. Что когда перед тем, как Господу явиться, будет знамение Сына Человеческого. То есть, это крест, любовь, которую Господь явил на кресте. Порой даже на некоторыми вещами не задумываешься, духовными, особенно там. А вот бывает, Господь коснётся и мысли текут, размышляешь, рассуждаешь. А порой, как череп какой-то навозный, всё время только вниз смотришь, вот как интересно, свойства свиней сделаны. Господь сделал, что они любят в грязи валяться, и у них всегда глаза направлены только вниз, вверх, они не могут смотреть. другие животные могут. Вот человек, живущий нечистой жизнью, он даже на такое небо не может порадоваться, поблагодарить создателей своими, а всё время только вниз. Я заметил основе своей части вот люди, которые уголовники, такие, которые напускают себя, такие мрачные лица, что не подходи, ухожу тебя. Я сам такой раньше был, 26 лет. То есть ты всегда создаешь вид из себя, что ты такой серьёзный парень, не подходи ко мне. А внутри-то ты можешь быть вообще никакой, как говорится, когда дело коснётся. А когда ты с Господом, ты смотришь прямо. Об этом как раз и Писание говорит, что управенника именно ресницы прямо, глаза прямо он смотрит перед собой. То есть ему стыдиться нечего. Он даже выше глаза поднимает горнему, как апостол Павел Колосим сказал. Вот оно, знамя любви, крест. Здесь была явная любовь Божия. вроде они сейчас уже на попоз не выйдут. Мелочь сама по себе редко ходит. Они отстают, конечно, пелятки. Вот здесь вот я по весне брал сок берёзовый. Ничего нехорошо натекало. Вначале что-то плоховато, а потом пошло-пошло. вот музей-комплекс для бедных лагерей. Да, тут я тоже уже застал это время. Успел тут потрудиться в лагере в этом. Молился. Тут у меня в 2007 году здесь я стоял на молитве на вечерней с тремя сёстрами. Ну и другие там были тоже сёстры, братья. Я имею в виду три сестры, которые принимали со мной крещение. Вот. Что-то опять куда-то рванули. Надо идти останавливаться срочно. Вот я тут показал. Вот она распятие лежит. Крест ломался. А этого столба тут стоит у меня. Здесь я его выкопаю сейчас. И это за место того гневого поставлю. Он хороший ядрёный всё. Куда пошли сами не знают. Домой ещё рано. бестолковщина. Куда так под дерево залазит. Куда 86 ещё. опасти до 7 почти 2 часа Так коровки куда пошли опять. Куда пошли опять. Пошли идите вон туда. Идите. Нечего тут вам искушаться. Видите там травка есть тоже зелёненькая. Куда ты пошла? Ну куда ты? Домой ещё рано. Вот увидали что там кто-то под дерево пошёл. Там что-то интересное. Вот такие вот любопытные создания. Любопытные. Все, идите, 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 идите немножко, стойте здесь. Сильно конечно их и прижимать не надо, в то же время не давать им сильно разбегаться в разные стороны, а то потом не соберешь их. Ну все, в принципе, вон какие-то птички летают тоже. Не понятно, мне издалека не видно. То ли утки, то ли не утки. Ну все, слава Богу за все. Вся природа радуется. Птички маленькие, все бесит. Тишина, войны нет, голода нет. Да, казалось бы вот, Господи, сохрани этот мир до конца в моей жизни. Как бы такое желание. Ну, как Богу угодно. Мера беззакония дойдет, если догрешит русский народ. Господь опять попустит какую-нибудь войну. Не дай Бог еще какую-нибудь эпидемию, болезнь. Она и так все постигает. Болеет, умирает. Слава Богу за все.